Теперь мы поговорим с Николаем Егоровичем об истоках колоннского футбола, как он вообще происходил, что этому способствовало и как потом все это дальше развивалось. Вот с этого момента начался, вот этот футбол начался, где-то 11-12 год. Но у нас официально Коломна считается старейшим клубом России, вернее не то, что официально, но в Коломне, вот тут такое мнение, что Коломна у нас старейший футбольный клуб, хотя есть много сторонников и наоборот тех сторон, которые не разделяют эту точку зрения, в том числе Орехово-Зуево. Да, не надо работать Орехово-Зуево, она еще раньше делась, но там у них там это получилось так, что они там старобрядцы, их запрещали играть в футбол, и там 3-4 раза прекращался футбол у них. И только когда вот этот самый Савва Морозов построил для них стадион, вот этот все построил, вот, то тогда они начали вот образовывать. А так они еще раньше у них были, у них команды, они были самые первые были команды, вот я не говорю там про Одессу, там, где там, которые заходили... Или Питер, да, Петроград... Да, 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 да. Вот. Так что вот здесь, здесь вот надо... Ну а как найти первоисточники? Ну вы как считаете, Николай Егорович, вообще футбол в Коломне вообще в каком году начали играть? Когда он стал культивироваться? Понятно, в 906 году образовалось Коломенское гимнастическое общество, там культивировался гимнастика, фехтование, коньки и другие виды спорта. Был ли там футбол? Вот как вы считаете вообще? Потому что... Нет, ну, я думаю, что команда была. Футбольная команда была? В 906 году? Да, я думаю, что была. Ну, как вы вообще сказали, с какой точки зрения вообще? Был ли футбол до 11-го, там, до 12-го года? Играли футбол? Какие-то у нас официальные матчи проводились там между первыми и вторыми командами КГО или с командами из... Вообще-то я считаю, что футбол был с 906 года. Вот. Но они играли между собой, но у них не было конкурентов нифига. Почему они рвались в Казанскую лигу? А Казанская лига организовалась, когда? Да, она в 1913 году организовалась. Московская лига, Казанская, железнодороги, в которой участвовали сильнейшие команды по нашему железнодорожному направлению. Это Раменская, Быково и все прочее. Ну, вы, в общем, склоняйтесь той точки зрения, что футбол у нас все-таки играли, да? В то время. В момент возникновения общества. Мне кажется, играл. Николай Городич, а вот это что за фотография? Это команда столичных пищевиков, гостях футболистов Коломны. То есть такие вот команды, известные в то время, приезжали к нам в Коломну? Да, Коломну, да. И кого-то из наших футболистов здесь знаете? Вот Сергей Ильин. Смотрите, Сергей Ильин. Сергей Ильин, вот. Заслуженный в мастер спорта. Капитан Столичной Динамо и один из лучших городов в истории советского футбола. Вот Старостин один. Ага. Так, где-то еще здесь Старостин. А вот, похоже, да? Вот Старостин, да. Старостин, да. А что это за матч был? Это Перес Москвы. Нет, это товарищеский матч в Коломне был. Присходил. Вот. Это 1 октября 1927 года. Ага. 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 Вот в корпусе участвовал, диплом получил. Почетная грамота главы города Коломны награждается Королев Николай Егорович за большую работу по изучению пропаганды истории Коломенского края и в связи с двадцатилетним созданием Коломенского клуба края. Это даже вот такая вот награда, да? Это самая почетная, да, в вашей коллекции? Да, да, да. Дальше. Королева Николая Егорович за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем. А, это у вас в связи с 70-летним юбилеем? Да, да, да. Вам исполнилось 12 декабря 19-го года 70 лет, да. Так что у вас еще есть интересного? Посмотрим. Есть много. Так, это мы смотрели. А, редакция газеты Коломенская правда. Да, да. Благодарит вас за многолетнее сотрудничество. Ну да, насколько я знаю, вы очень много сотрудничество с газетой Коломенская правда, писали туда свои заметки. Очень у них было много, прям неисчетное какое-то количество. За активное участие и пропаганде знаний по истории Коломенского края. В связи со столетием газеты Коломенская правда тоже награждается Королев Николай Егорович. Вот. Уже непосредственно о футболе. За сотрудничество и помощь в подготовке материала, посвященную 105-летию Коломенского футбола. Это было в 2011 году, да. И наградила редакция газеты Региональные Вести. Да, да. Тоже интересно. Дальше. Благодарность администрации городского округа Коломена. Ну тоже, я думаю, второе по рангу, да? После той грамоты. Ветерану труда, краеведу Королеву Николаю Егоровичу с активной деятельностью по изучению и популяризации истории Коломенского края. В каждой юбилей Кооменского приедут грамоту, да? Нет ямливой части. Да, да. Вы же, не знаете, никто не знает, но вы же очень часто, почти на каждый матч входит. Да, да, да. Даже я из деревни приедаю, срываюсь и еду, чтобы увидеть ребят. А потом, может быть, вас узнавали и говорят, вот это же тот самый Николай Егорович Королев, наш, я бы сказал не знаю, Нестор Коломенского футбола, наш летописец, который вот очень много вообще сделал для популяризации и вообще в пропаганде Коломенского футбола очень много трудов было написано Николаем Егоровичем. Ну какой-то, не знаю, очень огромный вклад внес, я считаю, в то дело по написанию вообще летописи истории футбола Коломена. Но очень много Николай Егоровичев для этого сделал. Вот это, вот это, когда строили, когда строили дворец культуры, вот на этом месте построен стадион «Ангар». Сегодня, да? В Ямин. В Ямин. В Ямин. Вот, расскажите, итальянцы приезжали. Помните, да? Ну, да. В Важник. Немногие знают, что у нас приезжали команды из Италии, там, Вьетнам, там, играл Чехословакий, мы продумываем реально. Спартак там играл, не крайне там молодежная команда, да реально первая команда приезжала и играли с хорошими командами. Иванич, вот у нас много фотографий, вообще тут большое количество. Расскажите тут, вообще, это судебный «Ангарта», я так понимаю, да? Да, да, судебный «Ангарта», да. И кто здесь помимо наших? Это итальянская приезжальная, да. Так, это, я так понимаю, 64-й год. Да, да, да. Коломенский «Ангарта» играл с итальянским клубом «Риджано». Да, да. Это «Динамо», Москова, приезжала. Вратарь Акимов. Акимов, да. Вратарь Акимов, да. Это, я так понимаю, это команда «Московский Спартак» на «Новенгарде». Да, это «Московский Спартак», да, 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 да. Я помню, Никита Симонян, да, смотри. Да, 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 «Московский Спартак», да, да. Сальников. Это Динамо приезжало. Вот эта маленькая фотография, это уже повыше подняли. Трибуна другая. Это, наверное, послевоенный, 48-й год. А вот он, 48-й или 49-й Динамо Тбилисси. Вообще трибуна маленькая, смотрите, у нас была. Там вообще ничего не видно. Лавочки были. А это стадион ЗТС. Нынешний с ним труд. Назывался он тогда? Да, да. Салют. Это такой вход был, да? Да, да. Интересно. Вот эта башня, которая водонапорная была. Она мешала играть им там. Она по центру стояла. Водонапорная башня была прямо по центру поля. Игроки в непростых условиях играли в футбол. Её в 1936 году всё-таки снесли. Это футбольная команда СФК. Да, да, да. Секция физической культуры, которая участвовала в первом чемпионате СССР в 1923 году. И дошла тогда до полуфинала. Да, да, да. Вот уже видите какие уже три бунты. Игроки. Игроки.